Субтитры делал DimaTorzok Ну что у вас там? У меня все нормально работает. Вот смотрите, сейчас загрузка идет. Подождите. И какой-то гул такой, прямо страшный, как самолет летит. Вот. О, у вас плохо видно. Вот так, держитесь. Скажите, пожалуйста, откуда вы и кто? Я из Тюменской области. Тюменская область. Дальше. Как вас зовут? Юрий. Юрий Анатольевич. Так, у нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Ну, в принципе, не против. Ну и все. Говорите, я слушаю вас. Ну, вот такой вопрос по поводу, я смотрел, вам задавал или вы отвечали на вопрос свидетеля Егова. По поводу сущей. Почему сразу нельзя было отдать ответ, я вас понимаю, может быть. Ну, вы, наверное, читали такую книгу в разрез со священным писанием? Рон Родес. Нет, не читал такой. Я ее даже не слышал. Это человек, который... Да, ну, можно в интернете найти, там, скачать. И он пишет о свидетелях Егова. И я знаю даже, некоторые православные священники пользуются. Ну, не только православные. Баптисты пользуются. По поводу сущей. Тут хорошо рассказано. Вы, наверное, Новый Завет хорошо знаете. Там написано и Ветхий Завет, да. Почему отвечает Господь Бог на ответ в Ветхом Завете? Я есть им сущий. Вот вам задали вопросы, и вы как-то посмотрели, замешкались немножко, не ответили. И он вам ответил, там, существующий, там, или как он там еще ответил. Но это, как они говорят, что это титулы, это не титулы. Это многообразие Божье. Имеется в виду название, как сказать, имена Божьи. Вы правильно сказали тогда, что это по-разному называется, а истинное, как бы, звание, или, может быть, имя Иегова. И опять же, почему не говорят в Ветхом Завете, да, вот в Ветхом Завете евреи. Они боялись этого имени. И они его называли, там, Бог Савааф, да. Есть такое? Да. Вы меня слышите? У Сафонии, у пророка. Да. В Новом Завете Иисус Христос, если вы читали, себя тоже называют, я есть им сущий. А как же, още наш, о сущий. Почему он так? Ну, это молитва. Молитва. А в Новом Завете? Так молитва-то это в Новом Завете? Евангелие от Матфея, 6 глава. Да, когда он обучал, да, обучал своих учеников, они спросили, ну, а где себя Иисус Христос называют сущим? А зачем называть, когда он Бог? Есть такое? Когда он Бог? Он Бог, он про себя говорил. А? Вы не поняли, он про себя когда говорил. Ну, он сущий, он себя и Саваофом не называл. Такие вопросы даже не ставятся. Один раз сказано, этого достаточно, я и отец одно. Ну, я о чем и говорю вам. Вы, наверное, не понимаете, о чем я вам хочу сказать. О том, что сущий, это же и то же имя, но это не титул, как они говорят. Ну да. Свидетели Его, это не титул, это имя тоже, сущий. Иисус Христос всегда говорил, я есмь, я есмь, есть имя сущий, я есмь, да, вот эти слова, ну, может быть, это перевод какой-то, ну, может, еще остался со старославляцкого, но он говорит, я есмь, я есмь тот, кто есть, имеется в виду. Это не титул, это название, звание, Бог, не титул, как они определяют. И я вот хотел бы, чтобы вы, может быть, в дальнейшем, может быть, попользовались этой книгой, вот Рон Родес, да, в разрез со Священным Писанием, он четко, ясно обличает их и говорит о том, что даже перевод, всемирный перевод их не выдерживает никакого там, ну, действительно, там переводили люди неадекватные, не знаю, ни еврейского языка, ни греческого толком не знали там о мире. Да, так. Ну, вот я просто о чем хотел сказать. Так, вот как они говорят, Иисус, первое создание ЕГО, это их слова. Ну, когда сам Христос о себе говорит, что я прежде был, да? Да. Опять же, они идут в разрез со Свящими Писаниями. Я не знаю, как вы сталкиваетесь с ними часто, но я думаю, что вам бы это пособие помогло бы в дальнейшем быстренько открыть и ответить. Они как бы потом начинают говорить, что вот я разговаривал с тем человеком, они не могут ответить. Ну, как бы торжествуют. Ну, это, ладно, пускай не торжествуют. Но надо, мне кажется, четко и ясно давать им ответ по поводу вот этих имен. Почему евреи называют его так, почему они говорят так, почему в Библии написано одно имя, второе имя, третье. Это не титулы, так они говорят. это неправильно, это и неправильно. Это имена. послание апостола Павла к филиппистам. Вторая глава, шестой стих, мы считаем, он, Христос, будучи образом Божьим, не подсчитал хищением быть равным Богу. То есть, это было бы не чужое у него, это свое, его свойство. Он равен Богу, второе лицо Троицы. И доказывать ничего не надо, зачем доказывать. Они не верят, значит, им это не дано. Вы знаете, я не то, что говорю, что доказывать мы им должны. Мы должны дать четкий ответ, чтобы, вы знаете, как вбитые иглы, чтобы этот человек мог, вы знаете, для него тоже спасение есть. И некоторый раз мы когда не даем вот этого понятного ответа и понимания слова, почему? Потому что русский язык очень разнообразен в этом образе. и эти люди думают, что потом это правильно. Нет, вот вы сказали, что они, эти люди могут спастись, а не могут спастись. Для них нет спасения. Апостол Павел говорит так, к Титу, 3 глава, 10-12 стих. Еретика после первого и второго отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Он уже в аду сидит, он прописан в аду, ему ничего не надо доказывать. Ему сказал один раз и отойди от него. Это как демоны вырвались на свободу. Вы в человеческую душу уже загнали вне спасения, понимаете? И не даете уже своим пониманием, не даете спасения. Разве для грешника нету спасения даже для этого еретика, который может быть развращен? Вернуться к Господу. Юрий, чтобы время не тратить, давай еще раз прочитаем. Зная, то есть это надо знать, что таковой развратился и он грешит, он не может выйти. Будущее самоосужден. Не я его осужу, он самоосужден. Для него нет спасения. Нет спасения. Нет никакого. Вы считаете, что если он раскается и для него нету спасения? Он не раскается, ему не дано это. Евреям мы считаем, давайте прочитаем. Евреям 10 глава. Давайте я вам 26 стих говорит. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. А вы знаете, что остается более жертвы за грехи. Я закончу сейчас. Но некое страшное ожидание суда ярости огня, готово пожать противников. Нет жертвы за грех. Они отвергли ее. Вы считаете, познал истины? Да это не я считаю. Я же своих слов, Юрий, я же не говорю вам свои слова. Если отверглися законам Моисеева при двух или трех сентябре, без милосердия наказан смертью, то сколь текстайшему думаете по наказанию повинен тот, кто попирает сына Божия и почитает за святыню кровь завета, который освящен духом благодати оскорбляет. Это не мои слова, причем тут я. Я считаю, он самоосужден и нет более жертвы за грех. Ему не дается покаяние. Он духа святого похулил. Яговисты это не секта. Хорошо, я вам скажу. Яговисты это не секта. Это сатанизм. Я согласен. И вы хотите сказать, что для него нет уже спасения? Я про него не говорю. Я говорю вообще, что Павел говорит. Павел говорит, что для таковых людей нет. И мы видим, как трудно им обращаться. Очень трудно. Вот со мной живет на квартире человек, который... Вы сказали, что он познал истину. Вы считаете, что они яговисты познали истину? Да нет, говорит, иритика. Со своим ложным писанием. После первого, второго разумления отвращайся. То есть, ты не должен подходить святыню бросать. Он самоосужден. Не я его сужу. Он самоосужден. Он добровольно пошел в ад. И поэтому верующих, Павел говорит, у нас нет обыча спорить. Спорить. Спорить тот, кто ничего не знает. Мы возвестили истину и отошли. Не тратьте время на них. Я вам еще раз говорю. Вы слушаетесь, вы говорите об этом. Он познал истину? Вот свидетель Ега. Откуда же я знаю, познал или не познал? Были православными, ушли туда. Значит, он верил во Святую Троицу. Теперь отрекся от церкви. А есть обождите, а если он не был православным, а простой мирянин без Бога подстал? Под этот стих не подходит, он по-другому развратился, будущее самоосужден. Тогда по этому стиху к нему обращаемся. Он самоосужден. Почему, Павел говорит, после первого, второго? То есть, ты оскверняешься, ты не оскверняйся, не подходи к нему. Будущее самоосужден. Он осужден. Он осужден. Но для него остается мера, знаете, какая? Он может еще раскаяться, прийти к Богу и познать истину. И может быть, а так и есть. Я вам скажу, что у нас. Ну а в чем вы говорите-то? Почему вы отталкиваете человека, не познавшего истину, правильную Библию, правильную истину и говорите об этом? Я с ними беседую. И говорите, что у нас у нас. Слушайте, слушайте, если бы ваш прихожанин, вот который познал истину, правильную истину и отошел и начал вот так вот грешить, тогда для него не остается. И то, Господь говорит, если он вернется, я ему прощу. А вы его сразу отрезали, свидетели Егова, отрезайте, говорит, он познал истину. Он не познал истину. Он в заблуждении и без истины. Понимаете, в чем смысл? И для него остается еще покаяние. Бог дает им покаяние. И многие люди, которые там находясь, они возвращаются в лоно Христово, познавши потом истинную веру. Вот в чем смысл. А вы уже отрезали, вот он осужден. Да он истину-то не познал. эту тему вы уже повторили. Вот чтобы его познать истину. Юрий, вы повторили 10 раз, я понял. Дальше говорите, что есть. Вы на одном месте стоите. Осудили, осудили, познали. Я услышал. Дальше говорите, что у вас есть. Еще, что есть. Почему вы так говорите, что он для него... Я уже ответил вам. Я говорю по писанию. Еще один вопрос. Вы же трезвый человек. Одно и то же повторяете 10 раз. Вы один раз сказали, я сказал, я услышал. Все. Что вдавить это меня? Я сказал, он сам осужден. Вы работаете как можете, я работаю как я могу. Я же вас не настаиваю. Что вы вдавите-то? Теперь по поводу мощей я хотел узнать. Расскажите мне, пожалуйста, почему поклоняются мощам? Где это взято? В Новом Завете. Да нигде не взято. Ниоткуда. Вымысли человеческие. Ты в прах и в прах возвратишься. Все на этом кончилось. Все мощи надо изъять и похоронить с великими почестями. Ну, а почему православные целуют, носят их там? Потому что слово Божие ушло. И на место Слова Божия зияющая смертельная рана, которую профессор Мацинковский Владимир Филимонович говорит, ничем не закроешь. Поэтому мощи мертвецы, мертвецов хоронят, а эти выкапывают. Они еще дальше ушли. Это мертвецы. Но вы не поклоняетесь мощам? А что я буду поклоняться-то? Когда надо, где, допустим, я у Сергея Радонича там приложился один раз и ушел. У нас нет этого, что мы гонялись за мощами. Вообще этого нету. А зачем к Сергию Радоничскому к мощам приложиться? Зачем? Знак почтения оказать. Единожды. Что он святой. Это не какие-то там брошенные отдельные частицы. Целиком лежит весь. А сейчас режут, ноги отпиливают и прочее. Безумие творится полное. поклоняются. зачем поклоняются? Допустим, хоронят хоронят баптисты своего и они прощаются и целуют. Зачем целуют-то? Он мертвый-то. Мы чтим и тело это храм Божий, в котором был Дух Святой. Вот поэтому и поклоняются. Мы не целуемся. не слышно, что-то замкнуло. Поклонение мощам не должно быть. Поклонение мощам это не должно. Игона почитания мощи надо захоронить с великой честью. Захоронить все. До единой частицы собрать и похоронить. И чтобы больше этого не было нигде. Понятно. Спасибо. Слава Иисусу. Рад был пообщаться. Слава Христу. Слава Иисусу. Вот еще почитайте, пожалуйста, Рон Родеса. Там ничего нету, каких-то трактовок, какое там направление. Просто это как пособие, как разговариваются с детьми Ельево. Благодарю. Я вот посмотрел на сроки. Ага. Будут вопросы еще позвоню. Привет вашим братьям и сестрам. Спасибо, Христос. Я с иеговистами сидел, я сидел в лагере. Когда я отбывал срок, там были свидетели Еговы. Я их знаю не понаслышке. Ага. Упертые люди, да? Честные, хорошие люди. Хорошие. Заблудшие, но они хорошие, работяги хорошие. Они не шли в армию. Их за это брали, по три года им навинчивали. Это герои веры. У Гитлера были били форшеры. И Гитлер душил, Сталин душил. А они больше всех распространились. Если бы все делали, как они, от двери к двери несли истину, по-другому было бы. Нам надо доброе везде брать. Да, доброе оно везде, и даже научиться надо получить. Да, конечно. Посмотрите, как мусульманки одеты благочестивые, и как русские ходят в мужское одеяние, брюки там, в трусах ходят. Срамота одна. Я согласен с вами. Ну так, но душа-то у нас живая, она должна нам подсказать, что хорошо, что плохо. Если Маяковский это знал, то и нам пора знать. Вот спросите. Маяковский, я не только говорю о Маяковском. Вы любого спросите, для чего он бороду бреет? Бороду бреет. Для чего? По стихии мира, а не по Христу. Ни Христос не брился, ни апостолы, ни пророки, ни святые учителя, Серафим Саровский, Иоанн Хроштадский. Бороду скребет. Зачем? Это блудодейная ересь. Это мужьяк подкаблучники. Бабы боятся. Бабы боятся. Конечно. Бабы, они будут допускать все. Это блудодейная ересь, Протопоп Авакум говорит. Это склонность к блуду. Протопоп Авакум, я вот читал о нем, склонялся иконам. Иконы идолы. Так оно было? Значит, по писанию он кто? Идол, поклонник? Вопрос. В том, что он поклонялся иконам. В том, что он поклонялся иконам. А вы как считаете, иконы, идолы, это одно и то же? Иконы? Да. Это идолы. Идолы. А кто вас так научил? Слово Божие написано. Слово Божие. Слово Божие этого нету. Этого нету. Это выдумка сектантская. Еретики придумали. Икона, это повеление Божие. Повеление. А вы что говорите? Да, конечно. Запишите, я вам скажу, где написано. Ну, вы запишите, возьмите карандаш. А я вам потом скажу, да? Где написано. Давайте. Пересом. Художник. Вы запишите. То, что вы говорите, это я знаю. Что я скажу, вы не знаете. Говорите. Так, все эретики ссылаются, что иконы не должны быть. Исход 20 глава. Не делай никакого изображения. Ни того, что на небе вверху, ни земле внизу, ни то, что ниже земли. 20 глава. А до 25 они не могут прочитать. У них усидчивости нету. А в 25 главе говорится, сделай изображение. Здесь не сделай, а там сделай. И нам нельзя отрицать ни того, ни другого. А где? Так вот в чем суть дела. Давайте. Я сейчас отвечаю вам. Сик, давайте. Я еще раз отвечаю вам. Я сейчас Библию расположу. Христос пришел в храм. 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 И говорит, дом мой, дома молитвы нарещется. Дом мой. Мой. Это у пророка Айгея написана одна глава. Пророка Айгея. Айгей. Запишите Айгей. Дальше. Из Икииля. Пророка Из Икииля. 41 глава, 17 стих. Я один вопрос вам задам. Сейчас я исход открою, 25. Сейчас посмотрите. Потом откроете. Смотрите, я вас спрашиваю. Христос приходил в храм. Он был в храме? Как храм назывался этот? Сейчас, подождите. Я исход открою. Вы скажите. По исходу поговорим сейчас. Да, по исходу мы идем дальше. Как назывался храм, в котором Христос был? Из которого выгнал торгующих и покупающих? Кто этот храм построил? Как он назывался? Ну, говорите, говорите. Я вас спрашиваю, чтобы дальше говорить. Христос был в храме. Изгнал продающих и покупающих. Вторая глава, мы читаем, Евангелие от Иоанна. Кто этот храм построил? Как он назывался у евреев? Сейчас. Я сразу ответы не даю. Я читаю с первого. Ну, вы никогда не слышали об этом? Тут-то можно ответить. Это первоклассник знает. Христос приходил в храм. Как этот храм назывался? Я вообще по исходу хотел с вами поговорить. Ну, обождите маленько. Это исход я отдельно. Как назывался храм, в который приходил Христос? Третий раз спрашиваю, не можете ответить. Но нельзя так быть на своем. Как назывался храм? Одним словом, ответ. Как назывался храм, в который приходил Христос? Говорите. Пожалуйста. Если не знаете, спросите. Я отвечу. Как он назывался храм, в который приходил Христос? Сейчас подождите, я не вижу. Подожди. Алло, алло. Да, я слышу вас. Спасибо. 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 Вам не слышно? Вам не слышно? Продолжение следует... Продолжение следует... Видите, ни одного звука не слышно. Ни одного слова не слышно. Не слышно, ничего не слышно. Не слышно, ничего не слышно. Из Икииля, 41 глава, 17 стих. Это устройство храма, в который пришел Христос. Соломонов был разрушен, об этом, считай, 4 книга, Царств, 25 глава. Его не было, он разломал его. Теперь строят Зарвавель. Это храм Зарвавелев называется. Иисус Сын Иосибеков. И было сказано, сделай изображение внутри и снаружи, от пола до потолка. Слово изображение в греческом языке «экон». Это икона. Эти изображения того, что на небе вверху было ангелем, их надо было сделать. Если бы не были сделаны, Господь бы не назвал своим домом. Он говорит, это дом мой. Это его дом с иконами. Когда Христос изгонял из храма, в храме были и над дверями, и от пола до потолка иконы. А когда Соломон сделал, он даже сделал нечистых львов. 12 валов. И слава несравненного Бога наполнила храм. 3, 5 глава, 3 книга Царств. Ну нельзя так вот. Ухватили один стих, а остальные Библии отбросили. И Христос говорит, дом мой. Зашел Дух Святой, 2 глава, Деяния Апостолов. И апостолы шли, 3 глава, в храм. Сейчас молитва 9, в храм. Павел приходил в храм, там где иконы. Иначе это было бы, это не храм был бы, а капище какое. И отрицать иконы, это значит не знать Библию, воевать против Библии. Вот в чем беда-то сектантов всех. Вот это узор взгляда на истину. Имя Христос узнал Иегова. Иегова, иегова, иегова. Субботники узнали, суббота, 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 суббота. А православие это всеобъемлющее, оно показывает все. Потому что были учителя церкви. У сектантов нет учителей. Какие-то называете там имена. А где Златоуст, где Василий Великий и Преамсирин, Блаженный Августин. Ни одного не знают-то. Вы вне церкви, я не конкретно к вам говорю. Вы сироты. У вас нету ни канонов, ни соборов. Ничего нету. Вы сами по себе с нуля начинаете что-то изобретать. Зачем, когда все это известно? Храм православный устроен по образу Божию. Но там же не было людей, изображений. Не было, потому что на небе не было и праведников. Небо было закрыто. Христос открыл его в крови Своей. Для того мертвым было благовествойно. 1 Петра 4 глав 6 стих. Раз на небе теперь образы и Божья Матерь там, поэтому иконы их у нас в храмах. Это я вам говорю, потому что вас еще не слышно. Вы сами потом прослушайте. Ну и посмотрите эти места. Мы делимся один раз. Спора никакого нету. Я просто возвещаю вам. От вас ничего нету. Вот эти, допустим, об иконах. Посмотрите внимательно. Говорит, гнушая седла, все тататствуешь. Кремлям 2.22. Как же Божью славу можно похищать, воровать? Это Бог. Он открыл себя в Сыне Своем, показал. И поэтому изображение Христа. А был бы видеоаппарат, его бы снимали сегодня и слушали. Плохо, что у вас не работает, не слышно. Все, пока. Давайте, прощаемся. Ничего не слышно. Отключайте, пожалуйста. Все. Всего хорошего вам. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.